Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Левит. Как я говорил в самом начале этого цикла, книга Левит — это очень сложная книга, и не каждый может приступать к ее изучению, исследованию. Сегодня мы будем разбирать одну из таких сложных глав этой книги. Это одиннадцатая глава. И мы читаем первый стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им». Феодорит Кирский пишет, «Основание толкования закона о нечистоте» В этой главе будет говориться о чистых и нечистых животных. «Основание толкования закона о нечистоте — аллегорическое изображение людей». А что не без основания, разумеет сие таким образом, свидетельствует история книги «Деяния святых апостолов». «Ибо, как сказано, блаженный Петр видел плащаницу по четырем краям, спускаемую в ней же бяху вся четвероногая земли и птицы небесная. И слышал он голос, вещающий, восстав Петре заколи и яшть». То есть заколи и ешь. «Когда же Петр сказал «Никак уже, Господи, я коникали же едох всяко скверно или нечисто». То есть Петр ответил «Я никогда не ел ничего нечистого». «Владыка, Бог изрек, я же Бог очистил, есть ты не скверни». То, что Бог сделал чистым, то почитай чистым. Вот такое вводное слово Феодорит Кирский дает к этой голове, к этому разделу Священного Писания. И мы читаем 2-3 стих «Скажите сынам Израилевам, вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Нам уже сразу определили с помощью Феодорита Кирского, что на самом деле речь пойдет в оригорическом остолковании, объяснении о разных состояниях, в которых могут оказываться люди. И по поводу прочитанного текста Ефрем Сирин пишет «Перечисляя животных чистых, закон в их числе полагает серну и оленя, однако же приносить их в жертву запрещает, как и мед». Мед был запрещен в жертву, потому что он является символом сластолюбия и плотского сладострастия. А дичь запрещается в жертву, это дикие животные, они неприрученные. Как и есть люди дикие, в том смысле, что они не воцерковленные, и мы не можем их использовать в служении на благо церкви, им еще надо обрести некую вменяемость. Климент Александрийский в своем педагоге, это сочинение, Климента Александрийского, он пишет «Итак, с кем же нужно поддерживать общение? С праведными, что аллегорически выражено так. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и который жует жвачку. Двухкопытный называется здесь «сохраняющая равновесие праведности, жующая собственную пищу праведности». Логос, Христос, снаружи входящий, точно так же вместе с пищей, через назидание, изнутри же посылаемый наверх, словно из чрева разума, в разумное напоминание. Праведный жует духовную пищу, имея в устах логос, богослово. Но, без сомнения, праведность двухкопытна, поскольку она и здесь освящает и вводит в будущий век». То есть Климент Александрийский дает аллегорическое истолкование этого текста. Ориген, известный проповедник Александрийской школы, которая придерживалась именно аллегорического духовного истолкования Священного Писания, в своих гамильях на книгу «Песней» пишет, «В тени этой яблони желает сидеть невеста или церковь, как мы сказали, под защитой Сына Божия, или душа, избегающая всех прочих учений и прилипляющиеся к единому Слову Божию, чтобы иметь его сладкий плод в гортане». То есть непрестанно размышлять о законе Божьем наподобие того, как чистое животное все время пережевывает траву. Таким образом, раздвоенные копыта чистых животных указывают на то, что праведники живут не только интересами этой жизни, но и будущей, вечной. А то, что они жуют все время эту траву, это образ того, что мы все время должны пребывать в исследовании закона Господня. И мы читаем четвертый стих. «Только сих не ешьте из живущих жвачку, имеющих раздвоенные копыта, верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, не чист он для вас». То есть это образ того, который читает закон Божий, он там жует эту жвачку, но при этом он живет только интересами земной жизни. Только интересами земной жизни. То есть это как бы имитация благочестия. И давайте посмотрим объяснение, опять же, Климента Александрийского. «Несметное количество различных родов пищи педагог, то есть Христос, запретил иудеям через Моисея». Климент Александрийский называет Христа педагогом, то есть учителем. «Объявлены им были и основания этого, отчасти сокровенные, духовные, отчасти же явные, плотские. В последние они до сих пор еще верят. Воспрещено было одними из тех законов употребления в пищу животных, не имеющих раздвоенного копыта, другими животных, не отрыгивающих жвачки из водяных животных, тех, которые не имеют чешуи. Так что число животных, которых они могли употреблять себе в пищу, было весьма ограничено. И мы должны ограничить количество людей, с которыми мы общаемся, потому что не все сообщают нам о чистоту праведности, а некоторые как раз оскверняют нас. И Климент Александрийский продолжает. «Но из этого числа они не могли употреблять в пищу, околевшее, принесенное идолом в жертву, задушенное. Этого им запрещалось даже касаться, поскольку невозможно, чтобы выработавший привычку к потыкающим чувственным кушаниям отказался от употребления их. То логос, то есть богослово, противополагает этому иной образ жизни, неослабно стараясь противодействовать саму зарождению этой глубокой и кипучей склонности к удовольствию». То есть мы удаляемся от всего того, что не несет нам назидания в вере, как сказано, кто приходит к вам в дом и не приносит всего учения, того не принимайте его в дом, чтобы не осквернить свой дом и даже не приветствуйте его, чтобы не одобрять их и не участвовать в их делах. И дальше идет перечисление. Давайте прочитаем четвертый стих и потом то, что идет после него. «Только сих не ешьте из живущих жвачку и имеющих раздвоенное копыто верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас». И далее. «И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, не чиста она для вас». По поводу свиней, надо сказать прямо, что у свиньи как бы так сильно раздвоено копыта, а раздвоенность указывает на то, что личность живет не только интересами земной жизни, но и будущей, но при этом свинья считается абсолютно нечистой. То есть кто-то может действительно верить в загробную жизнь, жить интересами настоящей земной жизни, но загробной жизни он может касаться только в своих каких-то философских рассуждениях, в неком таком интеллектуальном изыске, касаясь этих вопросов, а весь он всецело, как свинья в луже, в грязи, всяких нечистотах. Святитель Иоанн Златоуст пишет, для чистых, говорит апостол, все чисто, «Видишь ли, к чему сказано было предыдущее? Для оскверненных и неверных, говорит, нет ничего нечистого, следовательно, и свинья, чистое животное, почему же было запрещено употреблять ее в пищу как нечистую? Не по природе она была нечистая, потому что по природе все чисто». Когда Бог создал весь мир, Он сказал, что все весьма хорошо. Златоуст продолжает. «Иначе нет ничего нечище рыбы, которая питается и человеческим телом, а между тем была дозволена для употребления в пищу и считалась чистой. Также не было бы ничего нечище курицы, которая ест червей, равно как и оленя, который, говорят, потому и называется оленем, что ест змей». То есть слова эти созвучные – олень, змей на греческом. Но все это употреблялось и в пищу, почему же свинья и некоторые другие подобные животные были запрещены? «Не потому, чтобы они были нечисты, но чтобы более ограничить чревоугодие». Если бы Бог так прямо сказал это иудеям, не послушались бы, а теперь страхом нечистоты они удерживаются им. Действительно, в условиях жаркого климата свиное мясо очень быстро разлагается. И другая причина запрета свиного мяса – народы Ханаана и эллинские народы чаще в жертву своим ложным богам приносили именно свинину. И если мы читаем Гомера, Илиаду, Одиссея, то там почему-то все свинопасы так и называются – божественный свинопас. Потому что считалось, что он как бы приуготовляет пищу для богов. И чтобы удалить людей от совершения таких жертв, даже в пищу запрещено употреблять было свиное мясо, тем более в таком жарком климате. Климент Александрийский в другом своем огромном произведении, которое называется «Строматы», он пишет, «Свинья обозначает любовь к наслаждениям, нечистую страсть к пище, похотливость и грязную, разнузданность. Она всегда ощущает плотской зуд и валяется в грязи, накапливая жир для того, чтобы быть зарезанной». Действительно, человек должен жить несколько иначе, ведь никто не собирается нас поедать. И человек должен ограничивать себя, насколько это только возможно. И мы читаем далее восьмой стих. «Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». Святитель Иоанн Золотаус пишет, «А что же нечисто? Грех, злоба, коростолюбие, лукавство». То есть ветхозаветные очищения были образами истинного очищения. К трупам, говорит Писание, «Их не прикасайтесь». И грех есть такая же мертвичина, смердящая. Помните, как-то Христос сказал одному из апостолов, который хотел пойти похоронить своего отца, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Действительно, надо удаляться от тех сообществ, где люди духовно мертвы, нравственно и морально они уже разлагаются. И мы читаем девятый стих. «Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя, в воде, в морях или реках, тех ешьте». И вы знаете, ситуации объясняют, что перья, то есть плавники, чешуя, почему должна быть? Потому что те морские существа, которые не имеют плавников и не имеют чешуи, они ползают в иле в самом мраке. Это угри, которые запрещены в пищу, и являются образом тех людей, которые не могут воспарить над стихией своего обитания. А рыба, как известно, она выпрыгивает иногда, из морской стихии, двигаясь вот этими своими плавниками и зависает в воздухе хотя бы на некое короткое время. И вот Григорий Двоеслов, великий в своих 40 гамильях на Евангелии, он пишет, «Рыбы, которые не имеют плавников, запрещается употреблять в пищу верному народу, потому что рыба, которая имеет плавники и чешую, имеет также обыкновение выпрыгивать над водою. И что иное, прообразуется под видом рыб с плавниками, как неизбрание души, то есть души, которая может воспарять над собственной стихией». И Григорий Двоеслов продолжает, «Ведь только они переходят в тело Церкви Небесной, те, кто, опираясь на плавники добродетелей, в стремлении к Небесному, умеют совершать прыжки, чтобы посредством созерцания достигнуть вышних, хотя и вновь соскальзывают в самих себя из-за смертности платья». «Хотя и вновь соскальзывают в самих себя из-за смертности платья». Это напоминает известные слова «праведник семь раз падает, семь раз поднимается». Он праведный, и потому что все-таки он поднимается, воспаряет над своей греховностью. Правда, потом он опять может падать. Но прежде всего он праведный, потому что всякий раз упав, он испытывает желание подняться над этой стихией собственного существования и оказаться поближе к небу. И мы читаем 10 стих. «А все те, у которых нету перьев, то есть плавников, и чешуи в морях ли или реках из всех плавающих в воде, из всего живущего в водах, скверны для вас». И Григорий Двоеслов пишет. «Потому что рыбы, имеющие чешуйчатые перья, обыкновенно делают скачки над водою. Итак, что преобразуется крылатыми рыбами, если не избрание души? Подлинно они только переходят в состав Церкви Небесной. Только опершись на перышки добродетелей, они умеют делать скачок желанием небесного, чтобы созерцанием стремиться к Вышнему, хотя и опять возвращаются сами в себя по причине смертного тела, о чем мы читали выше». И далее он пишет. «Итак, если мы уже верно знаем благо небесного Отечества, то нам, возлюбленнейшие братья, не должно нравиться то, что мы скорчены». То есть, как прозябают какие-то на самом дне обитающие твари, кишащие в темноте и мраки морской бездны. И далее мы читаем 11 стих. «Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, трупов их гнушайтесь». То есть, тех морских существ, которые не имеют чешуи и не имеют плавников. Золотаус пишет. «Те же, у которых не достает чего-нибудь из этого, нечисты и не должны быть употребляемы в пищу, как, например, каракатица, потому что она, хотя имеет перья, но чешуи у нее нет». И вот очень объяснение интересное Феодорита Кирского. Из живущих же в водах чистыми называет Моисей, имеющих чешую и перья, потому что они плавают по водам, а лишенные чешуи и перьев лежат внизу в тине, во мраке. «Посему из существ разумных чисты те, которые устремлены не к земному, но имеют крыло веры и ограждены покровом добродетели. И что для рыб чешуя, то для людей всеоружие добродетелей, а что для рыб перья, то есть плавники, то для людей их вера». То есть наша вера позволяет нам иногда воспарять над собственной природой. Особенно мы переживаем такое состояние, когда мы приступаем к спасительным таинствам. И во Христе Иисусе, как пишет апостол Павел, мы даже уже посажены на небесах одесной Бога Отца, потому что, участвуя в таинствах Церкви, мы можем получить то, чего не может нам сообщить сама наша природа. Мы как бы выпрыгиваем из этой стихии греховного мира, о котором сказано, что мир возле лежит. И далее. «Коршуна и сокола с породой его, всякого ворона с породой его, страуса, совы, чайки и ястреба с породой его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породой его, удода и нетопыря». Феодорит Кирский поясняет. Из птиц Моисей называет нечистыми хищных, питающихся мертвыми телами и любящих тьму, научая тем нас воздерживаться от любостяжательности, отвращаться зловодной пище, греха и ненавидеть тьму. Таким образом, братья и сестры, мы видим, что в понимании святых отцов все эти законы, они актуальны, все эти запреты, они продолжают действовать, но уже в применении не к миру животному, а к миру людей, которые могут оказываться в разных состояниях, а образы этих животных – это такая характеристика этим состояниям. Теперь читаем с 19 по 22 стих. «Цапли, зуя, спороды, его удода и нетопыря, все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть галенье выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породой, сулам с ее породой, харгол с ее породой и хагап с ее породой». Мы знаем, что Иоанн Креститель питался акридами, это род кузнечиков, которые имеют вот эти галени, и они прыгают, то есть тоже могут отрываться на какое-то время от земного. Иоанн Креститель питался акридами, диким медом, то, что разрешается законом Божиим в той его части, которую мы сейчас читаем. Ефрем Сирин пишет, «Этим закон как бы перстом указывает на людей, которые любовь свою отвлекли от земного, берут себе только самые нужные для их потребностей, а все оставшиеся дают бедным». То есть они, эти существа, сухие, и они все время в движении, как будто земля для них представляет что-то опасное, они все время пытаются оторваться от нее, это образ людей, которые ищут надмирного и не привязаны к сугубо земному. Такими, собственно говоря, должны быть все христиане, которые живут интересами вечной жизни, и хотя наше странствование происходит на земле, мы все-таки сограждане святым и ангелам, которые на небесах. И далее мы читаем с 23 по 28 стих. «Всякое другое присмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас». Казалось бы, а крылатый точно парит. А почему же скверно? Там четыре ноги. То есть при том, что они парят, у них стремление есть такое опираться на землю, что не две ноги, а все четыре. Хотя эти крылатые всякие твари, они летают, но в своем потенциале они опираются именно на все четыре своих лапки. «От них вы будете нечисты», то есть от таких заземленных, хотя и парящих существ. «Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера, и всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас, всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист до вечера. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас, всякий, кто прикоснется к трупу их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера, нечисты они для вас». И мы посмотрим сейчас истолкование святителя Иоанна Златоуста, который пишет, «Что же нечисто, грех, злоба, коростолюбие, лукавство, омойтесь, говорит пророк, имеется в виду пророк Исаия, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Сердце чистое сотвори во мне Божие». Это молитва царя Давида, 50-й псалом, 12-й стих. И Златоуст цитирует еще. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого». Это, опять же, пророк Исаия, 52-я глава, 11-й стих. «Те ветхозаветные очищения, как бы резюме подводит Златоуст, были образами истинного очищения». То есть для нас именно аллегорический метод истолкования этих текстов, он наиболее подходящий. И далее мы читаем 29-й стих. «Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле, крот, мышь, ящерица с ее породой». Мы знаем, что мыши, крот и ящерица все время убегают во мрак каких-то норок, чтобы куда-то спрятаться от солнечного света, чтобы не быть на виду. И они напоминают как раз тех людей, которые не хотят ходить во свете Божьего мира, Божественного откровения. Как Христос говорит, «Вы не идете ко мне, потому что я из свет, а во свете обнаружатся ваши злые дела». И святитель Иоанн Златоуст пишет, «О змеежи тому подобных излишне было бы и упоминать, так как очевидно было, что они для всех отвратительны и мирски. Впрочем, и об них упомянуты во второзаконии». Имеется в виду 14 глава. Далее мы читаем с 30 по 32 стих. Что нам запрещено? «Анака, хамелеон, летаа, хамет и теншемет, сии нечисты для вас, из всех присмыкающихся, всякий, кто прикоснется к ним, мертвым нечист будет до вечера». И все, на что упадет, которая-нибудь из них мертвая, всякий деревянный сосуд или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. Воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потому что только потом они будут чисты. Имеется в виду, что вот эта мертвость нечистого, она тоже источает осквернение. Когда человек, хотя и жив, но духовно он мертв, такие живые трупы. И нам надо стараться как-то дистанцироваться от таких людей, потому что есть опасность, как сказано, что худые сообщества, а они развращают добрые нравы. И Ефрем Сирин пишет, «Но если тело и оскверняется у нас по неволе, то в душе должна сохраняться вся ее чистота. Известно же, что святых чисты и тела. Таково было тело Елисея, пророка, по смерти прославившееся чудесами, об этом говорится в 4 книге царей, 13-21. И Моисей нес кости Иосифа, исход 13-19, и он сам погребен был Богом, об этом говорится в Трозаконе 34-6, и Самсон прославился костью, книга Судей 15-15, и Илья не осквернился, прикоснувшись к мертвому телу сына вдовы Сарепской, об этом говорится в 3 царей, 17-21. Действительно, если святой человек совершает какие-то действия или святой человек умирает, это не связано с тем, что какое-то осквернение произойдет, если святой пытается воскресить мертвого, как в случае с пророком Ильи, который воскрешал мертвого ребенка, или сам святой умер, он не несет осквернения, потому что весь израильский стан во время исхода из Египта в землю Ханана тогда был бы нечистым, потому что они переносили в саркофаги тело Иосифа Прекрасного, так как он заповедал своим соплеменникам обязательно вынести его из Египта, когда они будут сами выходить из него. Далее мы читаем с 33 стиха по 36. «Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте, всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет, и всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет, все, на что упадет что-нибудь от трупа, их нечисто будет, печь и очаг должны разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас, только источник и колодезь, вмещающие воду, остаются чистыми, если что-то туда упадет, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. То есть колодезь – это символ чистой воды, Слово Божие. Чем глубже колодезь, как известно, тем чистее вода. Чем более мы углубляемся в библейское откровение, тем с большей ясностью, чистотой эти образы библейских текстов, они раскрываются перед нашим духовным взором. Поэтому Писание не оскверняется даже тем, когда говорит о грешных людях. Например, в Писании, в Библии можно найти такие слова. Нет Бога. Но в каком контексте? «Сказал безумец сердце своем, двоеточие, кавычки, нет Бога». Или слова фараона. «Я Господа не знаю, и Израиль не отпущу». И в Писании есть действительно слова этих людей, нечестивых людей, грешных людей. Эти слова являются вызовом Богу, но это никак не повреждает святости библейского откровения. Феодорит Кирский пишет «Из сего явствует, что ничто не нечисто по природе. Назвал же Бог одно нечистым, а другое чистым, по особой некой причине». То есть есть педагогическая задача у Бога предложить нам рассуждения о чистом и нечистом, чтобы мы задумались не о законах Кашрута, а о самих себе, как бы самим не оказаться свиньями, мышами, кротами, которые присмыкаются во мраке или валяются в грязи. Феодорит Кирский пишет «А если бы по природе было сие нечисто, то надлежало бы разбивать и медные, и деревянные сосуды, поскольку уже по другой причине наименовал сосуды нечистыми, то более ценное велит измывать, то есть чистить, а малоценное разбивать, в одном случае подтверждая закон о нечистом, а в другом – давая видеть намерение закона. Посему-то повелевает сокрушать пещи и огнища, если впадет в них какое из животных нечистых, и воду в сосудах, когда впадет в них мертвое тело, называет нечистой, а воду в источниках и озерах не называет таковой. Потому что все сему подобное ограничивает малым ущербом. А мы из сего познаем также, какое зло, грех, потому что он производит истинное осквернение. То есть нечистота имеется в виду, нечистота именно греховная. А животные, о которых здесь говорится, которые перечисляются, они являются образами, которые символически указывают нам, на нас самих. Далее мы читаем 37-38 стих. «Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, ну, например, семена, пшеницы, которые сеют, то оно чисто». А действительно, семена же, они вообще в землю взрываются, и там произрастают, а там тоже может что-то быть. Если же тогда, как вода налита на семя, то есть на зерна пшеницы, например, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. А почему-то в случае, если вода пролита на эти семена, и что-то нечистое упадет, на мокрые зерна пшеницы, тогда нечисто? Феодорит Кирский пишет. Это вопрос 13-й. «Почему мертвое тело, если упадет на семя, не смоченное водою, не сквернит он его, а если насмоченное водою, делает его нечисто?» Феодорит Кирский отвечает. «Потому что влажность способствует семени принять в себя гной». Действительно, влажность — это уже процесс набухания этих семян, и если что-то нечистое на них падает, то этот процесс захватывает и эту нечистоту. Это является образом того, что, например, кто-то начал созревать для веры в Бога. Ведь зерно, чтобы вырастить, оно должно умереть, разложиться. А если этот процесс начинается на земле, и что-то нечистое падает на новоначального, например, человека, христианина, то новоначальный может впитать в себя что-то дурное, если какие-то... Он видит грехи в христианском сообществе, где он и проходит катехизацию и оглашение. Это тоже прилипнет к нему и создаст для него массу самых разных проблем. И далее мы читаем. «И когда умрет какой-либо скот, который употребляется нами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечистое будет до вечера». Имеется в виду умрет, то есть падешь скота, кровь не слита, забоя этого скота не состоялось, какой-то мор происходит. «И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечистое будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечистое будет до вечера. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас не должно есть его». А присмыкающиеся по земле – это вот змеи всякие. Федорит Кирский пишет. «Особенно же Моисей называет нечистыми животных, ползающих на чреве, потому что змей есть начальник зла из поспешных дьявольского зломышления». Почему змей есть начальник зла? Потому что мы знаем, что когда наши прародители жили в раю, дьявол, как пишет Златоуст, избрал это разумное животное, змея, дабы через него совратить на грех праматерь нашу, а через нее и праотца нашего. И происходит падение наших прародителей Адама и Евы. А в наказании змию, который до этого ходил на четырех лапах, эти лапы были отняты от него, и он ползает на брюхе. И действительно, если изучать брюхо любого змея, там мы видим указания на атрофированные вот эти лапки, которые когда-то были. И все знают, что когда-то были огромные змеи, динозавры, которые бегали, а потом остались вот эти пресмыкающиеся, ползающие, копошащиеся на своем брюхе в прахе существа. Далее, с 42-го по 44-й стих «Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле» Многоножные это гусеницы и им подобные. «Не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми». А почему нам надо все время стремиться к чистоте? И вот далее об этом говорится. «Ибо я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будете святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле». То есть мы должны быть чистыми, потому что Господь наш свят и чист, и причист, и мы должны соответствовать Ему. И в день сотворения человека человек настолько соответствовал Богу, что о нем можно было сказать, что он создан по образу и подобию Бога. Но так как грехопадение мы это утратили или осквернили, замутнили образ Божий в себе, то через стяжание чистоты, праведности и благочестия мы восстанавливаем это состояние для более успешного диалога с Создателем. То есть мы должны быть чисты и святы, потому что Господь чист и свят. Блаженный Ироним в своем 68-м послании пишет «Будьте святы, ибо я свят, говорит Господь, апостолы прославляются за то, что оставили все и последовали за спасителем. И хотя по правде кроме сетей и лодки, как мы читаем, они не оставили ничего, тем не менее увенчаны свидетельством грядущего судьи, что принеся себя оставили все, что имели». то есть когда мы себя посвящаем Богу всецело и оставляем все, это есть очищение, это тоже очищение от всего излишнего, от всего того, что может оказаться между нами и Богом, истяжав свободу от любых зависимостей, мы более успешно выстраиваем отношения с Создателем. Лев Великий Святитель Папа Римский пишет «Будьте святы, ибо я свят», то есть меня выбирайте, Господа имеется в виду, и уклоняйтесь от всего, что мне не нравится, делайте то, что я Господь люблю, любите то, что я Господь делаю, и когда мои приказания покажутся трудными, спешите к приказывающему, и оттуда, откуда дается повеление, придет и помощь. То есть, если нам кажется, что что-то трудно исполнить, то мы должны обратиться с молитвой к тому, кто дал нам ту или иную сложную заповедь, и он даст сил, чтобы ее исполнять, потому что о Боге сказано, что Бог никогда не посылает людям искушений, испытаний, сверх их сил, но в самом испытании сообщает и некое облегчение. Лев Великий продолжает, я, выразив мою волю, не откажу в помощи, то есть, если Господь дал заповедь, конечно, он не откажет нам и в помощи ее исполнить. Воздерживайтесь от противоположного, уклоняйтесь от противодействия я вашей пищи и питье. Никто не желает бесполезно того, что мое. То есть, во всем этом есть смысл. Стремящийся ко мне находит меня из приобщения мне. То есть, постижение Бога происходит в самом Боге, как в догматическом богословии с древних времен учится, что Бог открывает себя нам в той мере, в какой мы можем вместить. И познание Бога происходит именно в Боге. И мы читаем уже окончание этой сложной главы, скажем так, прямо с 45-го по 47-й стих. «Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Не просто будьте чисты, потому что я свят, а будьте еще и святы. Но откуда же в нас может обнаружиться святость, если мы не всегда можем соблюдать и чистоту». Об этом мы очень часто с вами говорим, друзья, что святость не является чем-то автономным от Бога, как луна не является источником света, а она отражает свет солнца и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее, так и святость. Она себя проявляет таким образом. Вот закон мы читаем далее о скоте, это уже окончание этой головы, о птицах, о всех животных, живущих в водах и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистые от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть нельзя. Здесь под животными мы можем понимать мир наших чувств, который очень тесно, мир чувств, он связан с животным началом в человеке. И чувства очень важно распознавать, потому что в результате грехопадения, опять же, как я часто объясняю, чувственный аппарат в человеке пострадал наиболее тяжелым образом, как Христос говорит, из сердца этого средоточия чувств, исходит блуд, убийство, кража, всякая нечистота, то, что исходит из сердца, сквернит человека. И наша задача погрузить ум в сердце и рассматривать любое движение чувств, чтобы отделить животное чувство допустимое от недопустимого. Поэтому и дается закон о чистых и нечистых животных. И Ефрем Сирин пишет, если кто почитает полезность разборчивость в пище, то пусть знает, что евреи в пустыне сорок лет питались манной, это хлеб с неба, но не могли осветить своих помыслов, а ковчег очистил всех бывших в нем, потому что верою спаслись они от потопа, имеется в виду ковчег Ноев, который является образом церкви. А действительно евреи в течение сорока лет питались небесным хлебом, читали Священное Писание, это тоже небесный хлеб, и вкушали манну с неба, вкус который был как мед с пресной лепешкой, однако это их не преобразило, не изменило. Большинство из них, которые вышли из Египта, костьми легли в пустыне, только их дети, новые поколения, они вошли в землю обетованную. А если мы в церкви, в этом ковчеге спасения, то мы поднимаемся над всем этим нечистым миром, гибнущим в собственных страстях и похотях, и воспаряем выше и выше к небесам, как рыба, имеющая некие оперения, иногда выпрыгивает из морской стихии, зависает на некоторые мгновения в воздухе и наслаждается открытым пространством, в отличие от морских гадов, которые присмыкаются в темноте тины и илистого дна. Продолжение следует...